АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Здравствуйте, Григорий Михайлович. Рад вас видеть. Ну и вопрос сразу. Я сказала о том, что у нас Алтайский КРАЙ – это йододефицитный регион. Действительно ли дефицит йода провоцирует эндокринные заболевания, в том числе онкологию щитовидки? Ну да, конечно. Это основной фактор для развития любого заболевания щитовидной железы, будь то онкологическое или неонкологическое заболевание. К сожалению, мы живем в центре Азии, далеко от любого моря. И в наших почвах, независимо от того, что там выросло – картошка, морковка, йода – будет на порядок меньше, чем в тех же продуктах, которые выросли, скажем так, недалеко от побережья, морского побережья, хочу заметить. Поэтому недостаток йода приводит к тому, что щитовидная железа не может выполнить свою основную функцию. А что делает щитовидная железа? Она занята тем, чтобы найти в крови йод и сделать из него гормоны. Есть йод, значит, она спокойно себе делает гормоны и работает в штатном режиме, можно сказать, отдыхает. Нет йода, она все время находится в напряжении, чтобы этот йод найти. Ну и, соответственно, как лошадь загнанная может завести в себе все, что угодно. Слушайте, ну мы, получается же, все равно не можем все переехать к морю, нам приходится здесь жить. Что делать? Таблетки покупать, БАДы? Или, ну, каким образом восполнять этот самый йододефицит? Ну, почему все не можем? Ну, давайте, объективно. Ну, иногда можем, но не, наверное... Наверное, к этому надо стремиться, да? Почему? Потому что все-таки человеческая цивилизация вышла с Средиземноморья, и желательно жить в комфортном климате. Ну, конечно, это шутка. Я сам всю жизнь родился здесь, живу здесь и никуда переезжать не собираюсь. В некомфортном живем. Живем в современном мире, соответственно, зная причину, всегда можно решить проблему. Есть нехватка йода, значит, нужно принимать продукты, те, которые богаты йодом. Это что? Это морепродукты? Морепродукты. Но тоже не очень дешевые, скажем так. Ну, безусловно, но тоже, ведь смотря что употреблять, да, то есть есть дорогие морепродукты, есть дешевые морепродукты. Вот что советуете? Тот же Ментай, он, безусловно, сравним по цене, да, то есть иногда и гораздо... Дешевле, чем та же свинина, которая выращена в Алтайском крае. Поэтому любые морепродукты, независимо от того, что это будет, да, устрицы, красная рыба или, как я уже сказал, мента или морская капуста, лишь бы это было, имело отношение к морю. А сделать вкусно, я считаю, можно из любых продуктов. В ежедневном режиме это нужно употреблять или все-таки несколько раз, может быть, в неделю? И смотрите, вот если все-таки человек узнал, что у него дефицит йода, он может самостоятельно дополнительно какие-то принимать БАДы? Или все-таки посоветоваться надо с врачом? Ну, человеку у нас в Алтайском крае, как мы с вами пришли к выводу, не надо узнавать, что у него дефицит йода. У него, да, априори, дефицит йода. Ну и каждый день, естественно, есть рыбу не только накладно, но и, может быть, и не нужно, потому что мы, в конце концов, не японцы. И охота есть что-то другое. Достаточно всей семьей, даже хозяйке на заметку, устраивать себе раз в неделю рыбный день. А что мы будем употреблять? И в каком количестве, да, то есть пускай это будет лишний йод, да, то есть он все равно усвоится, все, что не надо, организм сам из себя выведет. А БАДы? БАДы, можно и БАДы, в любом, в любой аптеке, в любом количестве. Главное, чтобы было написано, что там содержится йод, да, то есть так делить, что там беременным две таблетки, а не беременным одну таблетку. Или там мужчинам и женщинам, разницы тоже никакой нет. Почему? Потому что йод там присутствует в избыточном количестве, как я уже сказал, из организма, он выведет самостоятельно. Передозировать его практически невозможно. Ну вот очень многие больные эндокринными заболеваниями, они употребляют гормональные препараты. Ну мы это знаем, там, в сложные какие-то случаи. Могут ли они тоже стать причиной развития опухоли? Ну тут не надо, скажем так, путать, наверное, причину со следствием. Гормональные препараты при заболеваниях щитовидной железы как раз и назначают за тем, чтобы разгрузить щитовидную железу. То есть если щитовидная железа недостаточно вырабатывает гормонов, определяется это все клиническими анализами, смотрят, не хватает йода, да, человеку назначается или йод в тех же БАДах, да, то есть или сразу готовые гормоны. Ну а гормон какой у нас? Эль-тероксин, основной гормон, который вырабатывает щитовидная железа. Человек начинает принимать этот тероксин, щитовидная железа чувствует, что тероксина в организме становится достаточное количество, и она начинает отдыхать, ну то есть меньше работать, и, соответственно, в ней меньше заводится всякий патологический процесс. Существует единственная патология, да, при которой прием препаратов, которые назначают врачи, может спровоцировать развитие злокачественных новообразований в щитовидной железе. Это когда щитовидная железа, наоборот, много вырабатывает гормонов, называется это гипертиреоз или тиреотоксикоз, или по-другому базедовая болезнь, когда слишком много гормонов щитовидной железы, они не нужны. Функцию щитовидной железы нужно подавить, для этого ее тормозят так называемыми антитериоидными препаратами, которые убивают часть ткани щитовидной железы, и она меньше начинает вырабатывать гормонов. Вот это торможение щитовидной железы этими препаратами, основной из них это тиразол, может привести к тому, что у человека на фоне вот такой, скажем так, удара по щитовидной железе может завести злокачественную опуху. А вообще возрастная категория людей, у которых чаще всего обнаруживают рак щитовидной железы, и кто это больше, мужчины или женщины? Ну, однозначно, больше женщин, хотя здесь тоже вопрос может быть в диагностике, почему? Потому что мужчины реже ходят по врачам, реже делают УЗИ, реже пунктируют свою щитовидную железу, и, соответственно, их и меньше. Ну и в реальных цифрах, конечно, женщины у нас преобладают при данной патологии. А это как-то объясняется? Или вот именно то, что они чаще приходят? Наверное, как-то объясняется. К сожалению, медицина на данный момент, что у нас, что в Америке может предполагать в этой ситуации, гипотезы выдвигать, но конкретного ничего сказать нельзя. По возрасту нельзя сказать, что болеют только старые или только молодые. Конечно, чем старше человек, тем больше шансов у него завести любую опухоль, в том числе и в щитовидной железе. Ну, встречаются и ребятишки, и совсем недавно, вот я оперировал девочку, 15 лет. Ничего себе. Это всё, скажем так, не козуистика, это встречается довольно часто. А вообще как понять, что у человека проблемы с щитовидной железой? То есть нужно раз в год ходить на УЗИ обязательно или нет? Как быть, чтобы не пропустить, скажем так? Ну, здесь разные точки зрения существуют. То есть в последнее время выдвигается такая теория, что чем меньше обследуемся, тем меньше выявили узлов в щитовидной железе, тем меньше проблем всем, в том числе и в медицине, которая должна лечить данную патологию. Я не согласен, ну, я и не один такой, кто не согласен. Учетывая, что мы живём в эндемичном регионе, у нас серьёзные проблемы с йодом, заболеваемость злокачественного образования чуть ли не на порядок выше, чем по стране. Ну, и подход должен быть такой, что мы должны обследовать свою щитовидную железу, бегать каждые 5 минут на УЗИ, естественно, не надо. Как часто вообще? Ну, скажем так, начиная, пускай, с 15 лет, да, то есть, ну, нужно пройти УЗИ щитовидной железы. При условии, что ничего плохого у нас в ней не нашли, ну, успокоиться лет на 5, да, то есть, потом опять пройти. Если всё нормально, ещё 5 лет ничего не делать. А если уже есть какие-то изменения, в том числе и узлы в щитовидной железе, то с ними надо разобраться, какие они, хорошие или плохие, и далеко не всё нужно оперировать. И при условии, что они окажутся нормальными, не злокачественными, да, ну, раз в 3 года какие-то обследования, да, нужно предпринимать. Ну, а в чём это обследование заключается? Ну, банально, наверное, УЗИ, да, то есть, чтобы смотреть, растут узлы или не растут. И если какая-то динамика отрицательная имеется по УЗИ, опять же, предпринимать усилия по дополнительной диагностике, чтобы разобраться, зло это или не зло. А хорошо ли вообще поддаётся онкология щитовидной железы лечению, какие-то методики, ну, кроме, я так понимаю, операций? Ну, так, вкратце. В чём-то хорошо, в чём-то плохо. Что, да, то есть, ну, считать хорошим или плохим, да, то есть, я своим пациентам обычно говорю, когда они, скажем так, приходят с глазами по 8 копеек, все напуганы, говорю, если выбирать, чем заболеть, да, вы выбрали рак щитовидной железы, вы сделали правильно. Почему? Потому что на современном этапе мы можем вылечить данную патологию, ну, при условии, что сразу всё это сделать правильно, и, естественно, если, ну, человек сам настроен на выздоровление. Практически независимо от стадии, высокодифференцированные формы опухоли щитовидной железы, они занимают гораздо больше 90%, да, мы вылечиваем полностью. То есть полностью можно вообще излечиться от онкологии щитовидной железы? То есть у нас от рака щитовидной железы практически никто в Алтайском крае, как я уже сказал, при правильном лечении, да, если человек хочет лечиться, да, не умирают. Даже на любой стадии? На любой стадии, практически на любой стадии. Ну, естественно, качество жизни, да, при стадии четвёртой, да, то есть, если её вылечить при стадии первой, будет абсолютно разное. Ну, уже человек, как правило, живёт. Вопрос в том, как лечиться. Есть же многие злокачественные новообразования, ну, не щитовидные железы, которые можно лечить консервативными методами лечения, да. Это и рак кожи, да, то есть, и там различные лимфомы, да, ну, проводят несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию. По всему организму, конечно, удар, да, но органы от этого никуда не даются. Щитовидная железа – это такое не проходит, её нужно обязательно оперировать. Её оперируют частично? Ну, я знаю, что её же и полностью удаляют? Ну, при доброкачественной патологии допустимо удаление части щитовидной железы. А при злокачественной? Ну, при злокачественной, к сожалению, да, то есть, существует всего два объёма. Это или удалить половину щитовидной железы с перешейком, перемычками между долями, называется это операция гемитиреоидэктомия. Или удалить полностью щитовидную железу, называется это операция тиреоидэктомия. Вот без неё как живут без щитовидки? Вообще можно ли? Мы же уже говорили, да, что это такой очень важный орган для человека, и без него, собственно, очень сложно. Да, но всё-таки мы живём в 21 веке, да, при раке щитовидной железы достаточно было жить и в 20 веке. То есть, когда синтезировали гормон, эльтероксин, его можно теперь принимать в виде таблеточек каждый день в определённой дозе, под контролем его уровня в крови. То, что тоже определяется сейчас во многих, скажем так, лабораториях Алтайского края, это не является чем-то таким, чего не добьёшься, да. Вот, принимают люди таблетки, ну и живут себе спокойно, то есть, от этого они не умирают. Вот, раньше, да, это была серьёзная проблема, да, и подходы к лечению рака щитовидной железы, поэтому были другие, да, то есть, нельзя было убрать полностью щитовидную железу, человек умирал от недостатка гормонов, да. Такие величины, как кухер, бельрод, вот они тоже оперировали щитовидную железу и в своё время получали, да, то есть, очень нехорошие результаты, вот, пока не разобрались, от чего, что в организме зависит. Сейчас-то, конечно, по-другому, и бояться того, что мы лишимся органа и от этого умрём, не надо, да, то есть, ну, будем мы пить лишнюю таблетку. С годами все пьют много разных таблеток, и вот это, что я теперь всё время на таблетках буду, да, то есть, ну, это, скажем так, не аргумент. Куда деваться, будем мы на таблетках. Ну, и заключительный вопрос, всё-таки, вот, кроме пищи, да, там, морской какой-то рыбы, мы уже сказали, устриц, там, креветок, морской капусты, какая-то ещё профилактика вот этого заболевания существует? Ну, к причинам, как я уже сказал, да, то есть, существует всего две причины, да, то есть, по которым развивается злокачественное новообразование в щитовидной железе. Это недостаточность йода, и как с ней бороться, мы уже сказали, повторяться не будет. Второе, повышенный радиационный фон. Мы ходим на исследования, да, то есть, очень часто все полюбили КТ, где лучевая нагрузка очень-очень высокая, да, то есть, если делаем компьютерную томографию лёгких, как при ковиде всем, да, то есть, сюда же в область исследования зачастую попадает и щитовидная железа, я думаю, нам это ещё аукнется в ближайшее время, да, то есть, вот эта массовая компьютерная томография при коронавирусной инфекции может, скажем так, привести к тому, что мы увеличение заболеваемости раком щитовидной железы получим. Поэтому к этому нужно относиться, ну, скажем так, более дифференцированно и пациентам, которым назначают исследование, и врачам, которые это исследование назначают. Спасибо вам большое, но мы, наверное, пожелаем нашим людям здоровья, чтобы, собственно... Да, конечно, основное пожелание от врача – это здоровье. Ну, ещё у меня традиционное пожелание, да, что лечиться лучше у профессионалов. Да, а не заниматься самолечением. Да, да. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Григорием Гликинфрейдом, зав. отделением опухоли головы и шейлтайского краевого онкологического диспансера.